Ребята, всем привет, с вами на связи Андрей Финашин и канал TESLAB. И сегодня у нас продолжение тестирования ламп с плюсовыми вот этими индексами, и сегодня у нас будут в тесте лампы GE. Видел много в комментариях под тестом ламп Nightbreaker, который я проводил совсем недавно. Вот именно предложение протестировать лампы General Electric, поэтому предложил ребятам из интернет-магазина Xenon Shop выслать мне эти лампы и что они оперативно и сделали. Выслали мне комплект ламп плюс 120 мегавайт ультра H7 и плюс 130. Наша задача сегодня определить, являются ли вот эти лампы плюсовыми, то есть дают ли они прибавку в свете, в сравнении с обычной лампой, которая там с конвейера обычно стоит, это Остром, стандартная. То есть являются ли эти лампы плюсовыми, и если они являются, какая же из них все-таки светит ярче? Плюс 120 или плюс 130. Говоря про цену этих ламп, в принципе она примерно одинаковая. Там разница доходит где-то в 100 рублей, у ламп H4 разница 120 и 130 там по-моему 70 рублей, это я вот именно про Xenon Shop говорю, ссылка кстати будет в описании. Разница не такая большая, но все-таки людям интересно, то есть что-то сделали с этими лампами или это просто переделка индекса? Еще в тесте, я знаю, вы просили включить меня лампы General Electric Plus 90, но я что-то затупил и не попросил эти лампы, хотя наверняка мне их тоже выслали, потому что они в продаже есть в этом магазине. Я в общем затупил и поэтому сегодня будет только 120 и 130 и еще одна лампа, про которую я расскажу чуть попозже. Итак, как все это будем тестировать? Тестировать будем, в общем-то, как обычно. Взял ту же самую фару, это фара от Duster, под H7, рефлекторная, без торцевого колпачка, все как в прошлый раз. Для того, чтобы более еще эффективно была разница именно с прошлым тестом с лампами Osser, там лампы дали, вот сейчас не наврать бы, наверное, что-то в районе плюс 20 процентов, там по-моему даже поменьше, плюс 20, плюс 30, что ли, вот это была максимальная прибавка в ламп Osser. Вот, посмотрим, как будут вести себя лампы General Electric и посмотрим, какая из них ярче. Итак, чтобы это проверить, я поставил стандартную лампу, сначала фару проверил по всем точкам с помощью люксметра своего, потом поставил лампу плюс 120 процентов уже, также замерил и потом поставил лампу плюс 130. Результаты замеров вы сейчас видите на экране, а я буду смотреть с телефона. Итак, если принять стандартную лампу Osser за 100 процентов, то, как мы видим, плюс 120 лампы дали нам где-то 116 процентов. То есть 16 процентов выигрыша относительно стандартной лампы, а лампы плюс 130 процентов дали нам 121 процент. Ребята, вот эта разница в 5 процентов, она, конечно, не сильно большая, мягко говоря. Видно, что особо ничего с лампами не случилось, и лампы примерно одного уровня. Независимо от того, что выглядят они немножко по-разному, но видимо вот эти изменения, они не сильно влияют на свет. Хорошая новость состоит в том, что мы действительно увидели, что лампы General Electric это действительно пульсовые лампы, и действительно светят они ярче. Более того, мы увидели, что светят они примерно так же, как более дорогие, гораздо более дорогие лампы Osser, которые я тестировал в прошлом видео. Они гораздо более дешевые, но светят, то есть прибавку свете дают примерно такую же. Также, ребят, мы видим, что в тесте лампы H7, мы видим, что действительно лампа плюс 130, то есть с большим индексом, она чуть лучше. Она оказалась чуть лучше, но вот эта разница, она, конечно, минимальна. С учетом разницы в цене 100 рублей, я могу сказать так, что, ну, хотите, как говорится, 130 купите, хотите 120, это тут, при такой разнице в цене, ну, ну, как говорится, на вкус и цвет больше, тут нет какой-то вот такой, что стоит 100 рублей зажать, ради вот этих там 4-5 процентов, или не зажать. И вот теперь я хотел бы сказать про еще одну лампу, которая была как бы вне конкурса. Почему вне конкурса? Потому что, повторюсь, я не нашел ламп плюс 90, и затупил, что-то не попросил у ребят из Xenon Shop вот эти лампы, поэтому использовал старую лампу, которую я когда-то приобретал, это лампа Bosch плюс 90. Сейчас вы видите, как она выглядит относительно лампы General Electric плюс 120, ну, они очень, на мой взгляд, похожи. И более того, есть информация, что это лампы, в общем-то, с одного места, с одного производства, то есть производятся они на одном оборудовании. Вот, и в общем-то, вот эти внешние сходства мне, как бы, и дало основание, все-таки сделать вот еще тест, то есть включить ее тоже в тест. И что мы видим, ребят, по поводу лампы Bosch, я ее также протестировал, и мы видим, что, в общем-то, она не только внешне похожа на лампу плюс 120 процентов от General Electric, но и по световым своим показателям, она показала ту же самую прибавку в свете, это 116 процентов, вот относительно лампы General Electric плюс 120. Из чего я могу сделать такой очень аккуратный вывод, что может быть лампы и General Electric плюс 90 являются ничем не хуже, скорее всего, ламп плюс 120, а стоят они подешевле. Итак, давайте, в общем-то, подведем некоторые итоги. Первый итог, который я выяснил, лампы General Electric, это действительно плюсовые лампы, плюс 120, там плюс 130, ну, в итоге, это на 20 процентов светит ярче, и не хуже, чем более дорогие лампы Osram, которые я протестил. Это первый вывод. Второй вывод, какую лампу выбрать, в принципе, на вкус и цвет, хотите эту, хотите эту, по цене практически не отличается, повторюсь, по свету совсем минимально, и вот эти 4-5 процентов, могу сказать, что это, в общем-то, очень похоже на какую-то статистическую ошибку, потому что, все-таки, фару я выставляю, регулирую несколько плюс-минус. Да, кстати, очень важный момент, ребята, при установке лампы, светотеневая граница меняется, она то выше, то ниже на разных лампах, поэтому после замены ламп, я крайне рекомендую вам, все-таки, проверять регулировку фар, потому что она действительно меняется, вот. И вот с этим связана некоторая, может быть, ошибка тоже, которая, я, конечно, выставляю по, вот, по линиям, которые у меня на экране, максимально точно, как могу, но она тоже есть, вот. Именно с этим вот я оцениваю, вот эту небольшую разницу в освещенностях, где-то 4 или, я думаю, что 5 процентов она может быть, но, тем не менее, ребята, это точно плюсовые лампы, они действительно дают прибавку, и они действительно не хуже, чем лампы Osram. Вот, хоть и гораздо менее распространены, ну, надеюсь, что ситуация теперь с лампами General Electric, относительно лампы Osram, и относительно стандартной лампы Osram, вам более-менее понятно, поэтому, если она вам понятна, и вы согласны, то ставьте лайк, если вы не согласны с моими тестами, либо считаете, что все должно быть по-другому, ставьте дизлайк, ну, а с вами был, как всегда, Андрей Финашин, и до новых видео. А, ребят, забыл, ссылки, 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 ссылки все будут в описании, на магазин Psyno Shop, переходите, покупайте, потому что, если вы будете покупать по ссылкам, то я могу у ребят просить периодически новые лампы, они мне их будут присылать, если покупать не будут, то они скажут, нет, мы тебе больше присылать не будем, поэтому, ребят, переходите и покупайте. Субтитры сделал DimaTorzok